Добрый вечер! У эфиры программа «Новины региона». У студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. Информационная группа Совета Министра сегодня провела сустречу с коллективом Добрушского фарфорового завода. У Житковицким районе будут выпускать высокоэффективные органичные удобрения с Сапрапеллю. Профилактическое мероприемство «Страховый полис» проводит Дзержалта инспекции Гомельской области. Консультацию по лазерной коррекции сроку можно будет отримать по телефону 21-го Кастрычника. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. У рамках работы информационно-пропагандистских групп вице-премьер Беларуси Наталья Качанова сегодня сустрелась с коллективом Добрушского фарфорового завода. Основная увага была уделена питанием занятости насильства и социальной политики державы. А про то, Наталья Качанова провела прием работников предприемства по особистых питаниях. Олег Синцеров с подробязнастями. Социальная накерованность республиканского и областных бюджетов заховывается и в наступном годе. Причем объемы финансования основных сфер повеличатся, что в свою чергу мая на увазе при общении ситуации у экономицы. Почас со встречи с коллективом Добрушского фарфорового завода вице-премьер Наталья Качанова не только окресливая агульную ситуацию в Беларуси, аль и кажа об наибольш актуальных питаниях от шляху повышения эффективности работы во всех сферах до занятости насильницам. Тем больше, что гэта тема зараз в среду державных приоритетов. На протягу только гэта года повинна быть створена 50 тысяч працовных местов, в первую чергу на новых предприемствах. При этом драматизовать ситуацию Наталья Качанова не схильная и агучевая ящение, как и лечебов. У той же Гомельской области на 6200 беспрацовных приходится 7300 вакансий. Не заявляется напруженная ситуация на рынку працы и в Добрском районе. Что-то, что конкретно фарфорового завода тут так само готовы принять на работу специалистов некоторых профилю. Добрский фарфоровый завод – одинное предприемство в своей сфере в Беларуси и самое великое на постсоветской просторе. Что вот отсюда отгружают с пожилцам коллег 26 миллионов фарфоровых вырубов. Для поравнания ближайший к конкуренту России, поставляя на рынок аналогичной продукции, у двоя меньше. Плюсы у работы предприемства на Добрском фарфоровом заводе связывают, прежде всего, с проведенной модернизацией. И она протягивалась 7 годов и каштовала больше 10 миллионов евро, которые повинны окупиться на протягу 5-6 ближайших годов. В оселянке мраджи, после установки пешей же печи, споживания газа и электроэнергии, здесь делается больше кутрая. Сероят инших плюсов – новые технологии и повышение конкурентно-здольности продукции, больше высокая продуктивность працы и новые рынки. Основной, конечно, покупатель наш – это Российская Федерация. В доле экспорта она занимает 95%. Объем экспорта на сегодняшний день наш – 75% от выпуска нашей продукции. Сейчас осваиваем, уже свершили поставки в Молдавию. Осваиваем рынок Германии, подписали с одним покупателем соглашение о представлении наших интересов на рынке Германии. Будем стараться ходить на европейские рынки. В ближайшее время должна открыться заново Украина. И еще одна задача поездки вице-премьера – прием работников Добрского фарварового завода по собистых питаниях. Причем, питания самые разные – от будовництва новых дитячих садов и открытия гандлевых кропок, депрессийной ориентации школьников. Наталья Качанова-Перекананна, сегодня необходимо заходить с экономической метазгодности и рихтовать тех специалистов, которые, правда, запотребованы на рынке працы. И еще одно питание, особенно актуальное для Добрского района, реализация декрета номер 3. У совести с близкостью России шматаки и мясовые жахары працуют в этой стране, в связи с чем понятие социального отриманства мое до их самое непосредненное дочинение. После завершения приема вице-премьер, зауважая, усе огученные питания были саправды актуальны. И встреча хороша, я думаю, и для работников предприятий, организаций или из тех населенных пунктов, куда мы приезжаем, потому что есть возможность задать тот или иной вопрос и получить ответ из первых уз, что называется, да, как сегодня решаются эти вопросы. Не где-то прочитать в интернете, может быть, не всегда правдоподобную информацию, а услышать. Так и мы черпаем ту информацию от людей, которые говорят, рассказывают и для себя делаем выводы, что сегодня наиболее актуально для того или иного региона нашей страны. Я вообще очень люблю эту форму общения с людьми. Олег Ситеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель» А после того, как запрацует весь комплекс, их колькость значительно вырастет. До других тем. Профилактическое мероприемство «Страховый полис» проходит в Гомельской области. Супрационники ДАИ проверяют на явность документов страхования и проводят тлумачальную работу. Что погрожает тем, кто не выполняет потребования закона и кольки таких порушальников вывели в этом году. На сегодняшний день страховой взнос по данному виду страхования по среднему классу автомобиля составляет 40 белорусских рублей на год. Можно сумму разбивать на два срока. Страховый полис повинен быть при водителях заусюды. Накольки докладных это потребование выполняется, вы решили проверить супрационники ДАИ. В эти дни Яны проводят профилактическое мероприемство «Страховый полис». Патрулевание дорог региона ведется во взмоционном режиме. А кроме проверки страхования, инспекторы ДАИ ведут тлумачальную работу и расповедают о померах покарания. За эксплуатацию транспортного средства в дорожном движении без заключения во владельцам договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф 15 базовых величин. Дарыч, с початку года закирование автомобилем без договора об обовязкового страхования в Гомельской области было выписано больше, как 2500 штрафов. З их с початку акции «Амаль-200». Узмоцененную проверку на явности страхования областная держава-инспекция протягнет до конца костричника. Канна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадо «Компания Гомель». В управлении Державного комитета судовых экспертов Республики Беларусь по Гомельской области удосконаливают техничную базу. При том, что уже зараз тут можно проводить больше, как 40 видов разностаенных доследований. С некоторыми махчимостями айчинных экспертов ознайомилися наши корреспонденты. У этой установки не проводят экскурсии. Да и в уголе трапить сюда совсем непросто. Меж тем, виновата тут сегодня находится обсталявание, которое бы не отмывались иметь у себя и ведущие науковые институты. С его использованием, до речи, отрималось раскрыть шарах злашинств, которые были действованы несколько лет тому. То, что недавно лишилось немогчимым, теперь становится обычной справой. Правда, и профессионный уровень специалистов так само постоянно повышается. Наше дело укомплектовано с сотрудниками, имеющими высшее и среднее медицинское образование, имеющими опыт работы в организациях здравоохранения и прошедших переквалификацию на базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров управления Государственного комитета судебных экспертиз. Отдел занимается обнаружением следов биологического происхождения на различных предметах, изъятых в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий. У отделе судово-биологичных и судово-генетичных экспертиз скажут, что для высветления злашинцы теперь необходима усягодная его клетка. Отпечатки пальцев у криминалистницы, хоть и аж и выкаристовываются, но, по сути, это уже вчерашний день. В целом, в лабораториях комитета судовых экспертиз по Гомельской области сегодня проводится больше 40 видов разностаенных доследований, от вызначения качества выполненных будовщих работ до проверки автомобилю на справедливость их идентификационных номеров. Если на начале действий областного управления некие экспертизы, которые работали в Минске, то теперь необходимость у этого возникает редко, что не выключает постоянного удосконаливания технической базы. С уликом специфики доследований все планы вероятно не огуршиваются, а ли основные на керунке называются. В последнее время проводится активная работа по модернизации таких направлений, как исследование наркотических средств. Буквально в самое ближайшее время, я думаю, до конца этого месяца, поступить новое оборудование, которое позволит на шаг вперед обеспечить качество экспертных исследований наркотических средств, психотропных веществ. Значительно улучшилось оснащение подразделений, осуществляющих производство компьютера, технических экспертиз радиоэлектронных устройств. Эти подразделения в настоящее время оснащаются новой современной техникой. Олег Чунцеров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Консультацию по лазерной коррекции зроку можно будет отримать по телефоне 21-го костричника. В этот день отбудется промая телефонная линия с урачом-офтальмологом, микрохирургом Аленой Михайловной Гридзюшка. Пытания про лазерную коррекцию зроку як дорослых, так и детей будут ждать 21-го костричника с 14 до 15-й годин. Номер телефона у «Гомеля» 71-69-89. У этой дни в регионе протягивается акция фонду миру «Дорогое слово мама». Она проходит уже шостый раз. У программе проведение широку святочных концертов и приемов с ручением памятных подарунков. Напереды дни свята отбылось у Калинковича, где собрались, а представницы одразу девяти ближайших районов. Подробязности у сюжете корреспондента у телеканала «Мазыр». Гомельское областное отделение Белорусского фонду мира запросило у Калинковича 65 женщин с девяти районов Полесского региона. Это проставницы самых розных сфер. Керовники и пенсионерки, бухгалтеры, урачи, работники аграрного комплекса и навод машинобудовники. Они все абсолютно розные, а для всех они мамы. Женщина-мать заслуживает, чтобы именно ей уделять внимание. И мы хотим этим самым прежде всего поблагодарить их за то, что они сделали, делают и еще раз поднять роль матери и в семье, и в обществе, и как общественницы, как производственницы. Дети на первом плане. Миновиты и они первыми промовляют дорогое слово «мама». Деля их мать покарают вершине творшее и службовое. Материнство не может быть перешкодой у карьеры, наоборот, это стимул развиваться. Особно узнагородживали женщин-мать, которые поспехово реализовали себе в праце. Свои номинации для женщин-керовников и громадских активисток. Заключенный этап акции пройдет в Гомеле 20-го кастричника. Но это не значит, что свято завершилось. Что дня каждый из этих женщин дома ждет ласковое слово «мама». Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазур». Специально для телерадио-компании «Гомель». У Палаца Румянцевых и Паскевича отбылся концерт фортепианной музыки лауреата у международных конкурсов Александра Боровиковой и Марины Рамейка. Творчий вечер я не организовали у знак поваги и удячности своему любимому наставнику. Концерт присвеченный памяти талиновитого белорусского музыканта и выдатного педагога Яугена Пукста. Юн Волода уникальной сдольностью захоплять вучневым астатством. Больше, как 30 годов, працевау у Республиканским колледжи при Белорусской Державной Академии Музыки. 10 годов тому Яуген Рыгорович пайшоу с життя, але паспеу падрихтовать десятки высокопрофессийных музыкантау. Он был очень демократичным и всегда очень уважительно относился к своим ученикам, к их мнению, к их интерпретации. С ним было очень интересно и он, конечно, очень близкий для нас человек. У выконанной лауреата у международных конкурсов Александра Боровикова и Марины Рамейка наведывальники концерта подшули композиции Людвига Ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова. Далее в спорте. Республиканская спартакия до дитячо-юнацких спортивных школ по конным двухборье пройшла у Гомелли. Наш областный центр традицина примая ГТС-поборництвы на приконце сезону. Все лето за призы спрочались и представники четырех команд из Минской области, Гомеля, Могилева и Горок. Залик как командный, так и особисты. До того же параллельно пройшел республиканский турнир сярод молодых коней. У сяго собрались три десятки спортивных пар. Программа двухборья складается с манижной язды, выездки и конкуру, перодольвание, перашкот. У дельники юнаки и девчаты 2000-2003 годов на роджение. Тому дистанции тут на меньшей ступени складаности. У зроюню одной зорки. Соревнования у нас закрывают сезон, выступают на этих соревнованиях ближайшие или самый младший резерв национальной сборной команды Республики Беларусь. Соревнования являются очень нужными для младших юношей, для которых лишний старт и в конце сезона показывают, куда надо двигаться в дальнейшем. У вынику первое место у командным залику заняли могилеучане. А вот на другую приступку поднялась команда Гомельского центра Олимпийского резерва по конным спорте у составе Дарьи Паняковой, Марии Романюк и Валерии Великанец. А пошняя, до речи, выиграла и особисты за лік Спартакеяды. А кроме того, у гомельских девчат два призовые места у категории 2002 год на роджение и молодейшее. Мария Мурауева лидировала, а Татьяна Радевич стала третьей. ГТ, а так само иншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный, у студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочим с развитием падею гомелев в области. Заставайтесь с нами.